Привет, друзья! Вы никогда не догадаетесь, что я сегодня покажу. Зажимы для бумаги. Это не только для офиса, но и для телевизора. Да-да, я сделаю из них настоящую антенну, которая ловит все ТВ-каналы бесплатно. Это проще, чем вы думаете, и вам понадобится минимум усилий и материалов. Досмотрите до конца, чтобы узнать все секреты. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и пиши в комментариях, веришь ли ты, что зажимы для бумаги могут так работать. Ну что, погнали! Для начала займемся коаксиальным кабелем. Нам нужно снять шкуру с него примерно сантиметров в 10. Будьте осторожны при работе с канцелярским ножом, ведь руки это самое дорогое, что у нас есть. Этими руками вы можете зарабатывать себе на жизнь. Обожаю работать с коаксиальным кабелем, ведь его зачистка это такой пустяк. Две секунды и у нас зачищенный кабель. Теперь нам предстоит распутать оплетку. Оплетку надо распутывать аккуратненько, чтобы она не заплелась вокруг себя. Этот способ настолько простой, что с ним справится даже ребенок. Аккуратненько расплетаем. Помним, что чем лучше мы расплетем ее, чем аккуратней, тем лучше у нас сигнал будет приниматься. Скручиваем оплетку в единую жилку. И теперь нам предстоит заняться центральным проводником. Отступаем от оплетки сантиметр, чтобы сантиметр был изоляции, чтобы наш центральный проводник не соприкасался с нашей оплеткой. Одним взмахом руки мы стягиваем изоляцию с центрального проводника. Подзачистим его, чтобы у него был лучший контакт. И перейдем уже к составляющей нашей антенны. Берем наши зажимы для бумаги. И наша задача деформировать ручку под крепежную шайбу. При работе над этой задачей я столкнулся с некоторыми проблемами. И сейчас я расскажу про них. Когда берешь обычные пассатижи или клещи, то они скользят по поверхности этой ручки. И вышел из этой ситуации я использованием кобры. У кобры есть зубья, которые цепляются в металл. И они очень хорошо деформируют эту ручку. Немножко расскажу вам про эти зажимы. Помните, что зажимы должны быть металлические черные обязательно. И чтобы у них толщина скрепления была до 21,5 мм. Другие зажимы не подойдут. Помните, 21,5 мм. Толщина скрепления и металлические черные. А тем временем я подготовил наши скобы. Вот так вот у нас получилось. Наша шайба должна не проскальзывать внутрь этой скобы. Теперь начнем сборку наших приемников. Теперь мы должны два зажима объединить в один. Но так, чтобы у нас получилась левосторонняя антенна и правосторонняя антенна. Это у нас будет правая сторона нашего приемника. И сейчас мы соберем левую сторону. Вы думаете, будет ли ловить эта антенна каналы? Конечно, еще как. А главное, абсолютно бесплатно. Если у вас дома завалились зажимы такие, теперь они не просто офисный инструмент, а идеальная антенна для вашего телевизора. Два приемника у нас готова. И теперь приступим к сборке. Для этого я возьму обычную крабовую струбцинку. Здесь есть уже отверстие, на которое мы зажмем наши приемники. Буду использовать саморезы. И шайбы. Теперь приемники мы должны закрепить на каждую из лапок этой струбцинки. Теперь берем и прикручиваем наши саморезы к нашим лапкам. Саморезы будут выполнять функцию контактов. К этим контактам мы будем подключать наш коаксиальный кабель. Интересно, а что еще можно превратить в антенну? Может быть вы знаете лучше? Пишите в комментариях ваши варианты. И теперь приступаем к монтированию второго приемника. Повторяем те же самые шаги, что мы делали на предыдущей стороне. Смотрите, как все гениально и просто. Никаких сложных схем. Только зажимы и немного времени. Вот и готова наша простейшая схема. И теперь нам нужно будет это все заизолировать, чтобы наши приемники не шатались из стороны в сторону. Так как на лапках струбцины очень тонкий пластик, мы все-таки укрепим это синей изолентой. Вы можете использовать как синюю, так и черную. Но никакие другие цвета не подойдут. Только синяя или черная изолента. Обматываю лапки приемника и струбцины изолентой. Хорошенько затягивая, чтобы она зафиксировала в нужном нам положении. Так же поступаем и со второй лапкой. Нам нужна уверенность в завтрашнем дне, чтобы у нас антенна не подвела нас в самый ответственный момент. Напомню вам про зажимы. Толщина скрепления до 21,5 мм и обязательно металлические черные. По изоленте используем только синюю и черную изоленту. Раньше вы даже не догадывались, но теперь вы должны знать, что зажимы это секретный лайфхак для телевизора. Теперь вы это точно знаете. Досматривайте это видео до конца, потому что результат вас приятно удивит. Вот к этим контактикам мы должны будем подсоединить наш коаксиальный кабель, чтобы прием у нас был самым чистым и кристальным. Начнем работу по подключению коаксиального кабеля к нашей антенне. Таким образом мы должны ее будем подключить. Оплетку к левому контакту. Центральный проводник к правому. Аккуратненько по резьбе самореза мы накручиваем оплетку, чтобы она плотненько обволакивала наш саморез. Я предпочитаю оплетку просто завязать вокруг контакта и потом заизолировать изолентой. Такой контакт будет более чем надежный. Можно еще использовать способ опрессовки, пайки или сварки, но в этом варианте скрутка нам более чем подходит. Вот это я называю находчивостью. Используем то, что есть под рукой. Теперь берем изоленту. Используем опять же синюю, либо черную. У меня под рукой оказалась синяя изолента. И теперь закручиваем наш саморез изолентой. Изолируя его от иных воздействий. Заизолировать нам нужно полностью всю оплетку, чтобы никакой контакт не дотронулся до оплетки. Хорошенько обматываем лапку нашего держателя. И фиксируем приемник контрольный раз. И теперь начинаем работу с правым контактом. Также мы берем центральный проводник и прям по резьбе самореза накручиваем его на наш контакт. Это все настолько просто, что вы можете заниматься этим с вашим ребенком. В конце проводник нужно поджать, чтобы он обволакивал наш контакт полностью. Вот так вот подключение наше готово. И теперь также изолируем это синий, либо черный изолентой. Другие изоленты нам не подойдут. Если вы не знали, что зажимы могут ловить ТВ-сигналы, то это видео точно для вас. Обязательно пишите в комментариях, как у вас получался этот эксперимент. И обязательно подписывайтесь на канал. Здесь очень много экспериментов и творческой деятельности. Работа с правым контактом мы закончили. И вот приемник у нас готов. Этот приемник будет для вас ловить ТВ-каналы бесплатно. Теперь поставим фишку для выхода антенны к вашему телевизору. Это стандартная процедура. Отрезаем сантиметра 3. Снимаем шкурку с нашего коаксиального кабеля. Оплетку убираем. И отрезаем сантиметра 2 от нашего центрального проводника. Стягиваем изоляцию центрального. И накручиваем фишку. Это очень простая работа. С ней справится даже ребенок. Также одеваем саму основную фишку. Я решил подрезать всю волосню, которая вылазит из-под фишки. Используем канцелярский нож, либо ножнички. Я пользуюсь маникюрными ножницами. Они очень хорошо все отрезают. И очень визуально все красиво. Если вы собрались покупать антенны, и у вас есть зажимы дома, зачем покупать антенну? Есть же зажимы для бумаги. Для пометки этого конца я использую красную изоленту, чтобы вы не перепутали, каким концом вставлять в телевизор. И все, наша антенна готова. Теперь мы должны будем ее протестить. Я возьму для вас TV-тюнер, чтобы вы не подумали, что у меня есть интернет, либо Wi-Fi. Подключаем его в сеть. Выставляем нашу антенну ближе к окну, чтобы прием был чистым. Антенну нам следует подключить к антенному выходу из телевизора. И подключаем HDMI к нашему монитору. И наслаждаемся каналами. Каналы реально работают с этого приемника. Мы можем открыть все каналы, какие захотим. Напишите в комментариях, получилось ли у вас повторить этот трюк. Уверен, результат вас удивит. Это действительно работает. Кто бы мог подумать, что зажимы для бумаги способны на такое. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и пиши в комментариях, что получилось у вас. До скорых встреч!